Абхазия 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 но еще и отметили сохранившиеся участки, некоторые места отчертили и сравнили с чертежами Воронова. И выяснили, что на самом деле есть некоторые участки, которые почти исчезли. Особенно там, где река Келосур меняет русло, и там, где находятся щебеночные заводы, там постоянно подмывались эти крепости, и был такой момент, когда мы с первого разведывательного выхода до экспедиции, у нас прошло от начала до конца 3 недели, и за 3 недели полутораметровый кусок крепости просто отвалился, всего лишь за 3 недели, то есть что будет дальше, мы даже не знаем, вот сейчас уже что происходит, когда осенью вода в реке поднялась и поднимется, и что будет дальше. Дальше очень интересно то, что многие башни, особенно вдоль реки Мачара, они почти не отличаются, но там тоже не велись раскопки, по-моему, закладывались шурфы в нескольких башнях, но масштабных раскопок не велось, поэтому сказать точно от начала до конца, где проходит эта стена, стоят ли вообще какие-то отдельные участки крепости в разных районах относить к Великой Абхазской стене, мы не можем, оно вполне возможно, что так, но из-за того, что раскопки не велись, мы, конечно, не можем это рассказать. Получается, отсюда она начиналась, здесь по раскопкам находился что, гарнизон? Тут раскопок не было, именно в этой части, просто прибоем открылись каменные кладки, стены, которые могут свидетельствовать о том, что эта башня продолжалась в сторону моря, и остатки эти валяются вот под нами, вот здесь. То есть по схемам Воронова, это один из гарнизонов? Первый. Первый, получается, прибрежный, самый главный, нет? Это башня, это башня, приморская башня, она как бы тоже нестандартная, первый гарнизон, это вот хубунский гарнизон, который вот на первой возвышенности находится, как бы имеет овальную форму, там тоже находится башня, третия по счету, башня тоже нестандартная, как и первая башня, остальные все башни, они прямоугольные, В общем, получается, если мы начинаем отсюда, то поднимаемся к Тхубуну, затем спускаемся вниз, и уже отмечаем башни, башни и остатки крепости, которые находятся вдоль реки Келосу. Да, ну вот после вот этого гарнизона тхубунского по карте Воронова идет большой участок, около 7-8 километров, где не отмечено было вообще ни одной башни, но он сам тоже не отмечал ни одну, потому что их не было, но я вот Дима тоже предложил... Это вдоль Келосуровой? Да, да, вот вдоль Келосуровой, как раз таки, по селу Багмаран, и вот Дима тоже предлагал, чтобы мы опять-таки исследовали, несмотря на то, что Воронов не нашел там никаких башен, вот исследовали, может какие-то объекты есть там. Подбедиться в том, что там действительно ничего нету. То есть от Корчала до Гала фактически нет отмеченных, там, по-моему, одна или две башни отмечены только по карте, но непонятно, они к стене Великой Абхазской относятся или это вообще совершенно другие сооружения, потому что никто их исследованиями хорошо не занимался. Их отмечали, их фиксировали, но раскопки там не проводились. Шоссейная дорога прерывает Келосурскую стену, однако она продолжается уже в жилом массиве. А какого года этот дом? Ну, это в начале советского периода, скорее всего, она была построена. Тут была экспериментальная лаборатория, станция экспериментальная. И таким образом решили сохранить этот участок, да, получали? Да, не хотели его завершать, но мне кажется, что вообще вся эта территория, вот этот здесь холм, он является тоже очень важным для историко-культурного наследия. И важно сохранить не только эту стену, но вообще сочетание древности и вот уже более нового периода, советского времени, тоже постройки, они являются тоже, мне кажется, предметом охраны. Здесь очень такой интересный небольшой городок, который здесь находится, он является очень важным. Но это, получается, первая башня именно гарнизона, самого первого гарнизона? Нет, это вот промежуточная башня, вторая, после вот первой, которая находится на берегу. Ну, она относится к первому вообще приморскому участку Великой Абхазской Сины. Следующая, третья башня, она является гарнизонной. Это не гарнизонная башня, она промежуточная вообще. Гарнизонная вот тоже. Ну, третья и первая башня, они нестандартные для башен Келосурской Сины, потому что в основном башни Келосурской Сины, они прямоугольные с закругленными углами. Третья, например, она вообще круглая. Первая тоже, она вытянутая, она масштабнее, чем другие башни, она большая. И много раз перестраивалась, скорее всего, управляемая башня. Субтитры создавал DimaTorzok С каждым разом, конечно же, мы открываем что-то новое. И когда мне предложили тоже поучаствовать в этой экспедиции, я сразу согласился, потому что в существующей литературе не все, конечно же, отражено. Это из-за того, что данный объект масштабный очень и очень интересный. Его надо изучать и изучать. Постоянно выявляются какие-то новые моменты, какие-то новые интересные вещи. И наш маршрут вот лежал именно вот с этой части до Цибельды. И в промежутке, вот на самом деле, в районе села Александровская, которая как бы называлась, это высшая села Багмаран, мы нашли там, ну, уже известный остаток крепости. Это был гарнизон, который называется Александровским гарнизоном. Прежде я не бывал на этом гарнизоне. И очень интересные моменты мы там выявили. Так как там, в этом гарнизоне, был определенный остаток стены, который, возможно, был доделан уже в другое время. Так как они по кладке различались с Великой Абхазской стеной. Там более, вот в основном Великая Абхазская стена из булыжной, как бы, да, булыжная кладка. Ну, а там уже более обработанные камни были. Но это кусочек такой небольшой. И в разных районах как бы встречаются какие-то свои нюансы, какие-то интересные моменты. И в данной башне тоже мы наблюдали там, что эта башня перестраивалась несколько раз, так как там видны элементы обработанных камней в виде больших квадров. А дальше, выше, вот вдоль тех башен, в которых велись раскопки, еще находилась поливная керамика? Да, вот в следующих гарнизонах находилась поливная керамика, однако не так уж много. Там два куска буквально мы нашли, вот в восьмом километре от трассы. А в этом гарнизоне Тхугунском мы ни одного фрагмента поливной керамики не нашли. Однако были вот другие вот элементы, это вот разные фрагменты пифосов, кувшинов и так далее, но полива не было. Но нам в любом случае надо будет сюда вернуться, чтобы отметить те участки, крепости, которые по данным Воронова отличаются. Ну, например, что сохранилось и изменилось? У него же отмечен этот участок? Да, у него практически все участки, которые вообще нам известны, и которые нам известны, у него все это отмечено. Возможно, он мог пропустить какой-то из объектов. Вот это надо нам еще доследовать, я считаю. Если мы что-то выявим, то это будет тоже хорошо. Тот участок, по которому мы прошли, на мой взгляд, он является самым интересным, потому что если рассматривать стену целиком, то только вдоль Киласура располагаются так называемые гарнизонные точки, начиная от берега моря и заканчивая первыми горными ущельями. Следовательно, мы можем предположить, что именно на этом промежутке локализовалась основная часть войск, если здесь располагались войска. И здесь, может быть, была какая-то особая зона напряженности, которая требовала большего внимания, чем со стороны ущелий. Потому что уже после Киласура, после участка Мачара башни по количеству уменьшаются, и уже в районе Ткварчала их практически не наблюдается, там только предположительные места, где, возможно, стена проходила, и там что-то есть. Поэтому увидеть этот участок стены было очень интересно, и мы смогли наметить для себя дальнейший план действий, понять, с каким объемом работы предстоит столкнуться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Абхазские историки планируют продолжить изучение Киласурской стены. Готовится многодневная экспедиция, которая исследует все труднодоступные участки Великой Абхазской стены. Будут проведены археологические раскопки, и кто знает, может быть, тайна ее происхождения наконец-то будет раскрыта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok